здравствуйте дорогие друзья в последнее время тема засыпанных первых этажей зданий набирает все большую популярность среди людей абсолютно разного круга занятий образования и социального положения все больше людей начинают задаваться вопросами пытается самостоятельно вести поиски ответов это конечно же замечательно но проблема в том что если делать это необдуманно то это будет добавлять скепсиса нашим оппонентам приведу простой пример мне несколько раз присылали на почту фотографии панельных домов с цокольным этажом в качестве подтверждения катаклизма я всегда говорил и повторюсь снова нельзя все грести в одну кучу даже с каждым закопанным домом нужно разбираться индивидуально и так что нам отвечают скептики на фотографии или видео о закопанных домах первое что это так построили намеренно второе что дом просел третье что это нарос культурный слой ну и в этого ответа есть частные случаи а жители кидали мусор себе под ноги б ремонт дороги в хозяева сами засыпали чтобы предотвратить затопление дома весенним паводком г прохожие на обуви притащили д лошади виноваты сейчас я не буду давать оценку этим объяснениям которые по сути своей уже противоречат друг другу этим фильмом друзья я хочу вас научить отличать реально засыпанный дом от так построенного также сейчас не будем доказывать или опровергать тему потопа вообще был он или нет это тема другого фильма который кстати уже есть на канале и так давайте сразу определимся дома бывают так построенные в кавычках и засыпанные или закопаны кому как больше нравится сейчас важно понять что факт наличия засыпанных домов является неопровержимым они просто есть и будем исходить из этого но тут главное без фанатизма потому что ошибки или намеренные искажения фактов дискредитируют всю систему альтернативного исследования чтобы определить засыпан дом или он так построен нужно учесть пять простых моментов первое это дата постройки второе рельеф местности на котором стоит третье внешние пропорции зданий ну и как частный случай дверь сделана из окна четвертое оконные рамы прямо в землю пятое кирпичи из земли благодарю николая лаптева за формулировку этих пяти пунктов со своей стороны позволю себе прокомментировать и объяснить их на основании своего опыта выполнение только лишь одного условия не является автоматическим доказательством того что дом засыпан закопан но выполнение исследуем домом всех пяти условий гарантированно подтверждает факт его засыпанности а теперь давайте по порядку по каждому пункту и так мы видим перед собой некое здание с окнами в землю если мы точно знаем что дата постройки здания ранее начала 19 века то первый пункт выполнен переходим ко второму тут хочу подчеркнуть что если мы точно знаем дату точную дату постройки можно узнать не всегда и даже зная точную дату я всегда можно поставить под сомнения но зная строительные приемы того или иного периода здание примерно можно соотнести по времени дата постройки на проверку может оказаться датой капитального ремонта или же здание может быть приписано несколько десятков а то и сотен лет для повышения его исторической ценности гораздо сложнее когда мы знаем дату постройки здания после середины 19 века или даже начала 20 как я уже сказал это дата постройки может быть лишь даты капитального ремонта тут нужно признать что опровергнуть это мы вряд ли сможем так как скорее всего сохранилась какая-либо ремонтно-строительная документация после последнего ремонта но тут нужно также учитывать еще такой момент как мировые войны после великой отечественной войны когда наша страна лежала в руинах была поставлена задача восстановить народное хозяйство в кратчайшие сроки для восстановления разрушенных войной зданий создавались комиссии которые определяли пригодность разрушенного здания к дальнейшему восстановлению если это было целесообразно то его восстанавливали если затраты на восстановление превосходили затраты на постройку подобного нового то здание просто сносилась до крепких стен и на этом основании как на фундаменте строилась новое здание и год постройки верхней части объявлялся годом постройки всего здания а что там было внизу мало кого интересовало подчас нижний этаж просто засыпался так как из-за войны архивы могли не уцелеть людей видевших и что-то знавших про это здание его историю до войны найти непросто если вообще возможно поэтому с выяснениями о происхождении нижнего этажа никто не парился нужно было в кратчайшие сроки все восстановить если нижний этаж можно было использовать его использовали как подвал если этаж использовать было нельзя то его просто засыпали таким образом появились сталинки но опять же не нужно грести все в одну кучу некоторые здания уже при постройке намеренно строились с цокольным этажом и окном в приемке если рядом были реально закопанные чтобы все здания смотрелись гармонично и не выбивались из единого архитектурного ряда и опять же не все сталинки одинаковые по сути хотя могут быть одинаковые внешне с каждым домом нужно разбираться индивидуально и вот таким способом на старом основании воздвигались новые здания так восстанавливали и строили и после великой отечественной войны и после гражданской войны но кто даст гарантию что так не восстанавливали здание еще раньше например после того же катаклизма 19 века поэтому чтобы понять стоит ли уделять зданию внимание нужно проникнуть в так называемый подвал и посмотреть кладку стен кирпичи большого размера на белом растворе с арочными дверными проемами между помещениями гарантированно относят нас в начало 19 века а то еще раньше скоро на нашем канале выйдет фильм об одном жилом доме в Туле официально 1926 года постройки с гранитной как в эрмитаже лестницей в подвал и арочными проходами между помещениями а вот эта кирпичная кладка советского периода с типичной расшивкой швов друзья мои вот на все эти детали нужно обязательно обращать внимание следующее рельеф местности это частный козырь скептиков так как здание на склоне имеет все шансы быть так построенным потому что один край автоматически будет на другом уровне сравнении с другим краем здания однако при этом очень много зданий даже стоящих на склонах все же является именно засыпанными но логичный довод скептиков о перепадах уровня порой кажется непробиваемым ведь их доводы основываются на истинном порядке вещей что здание на склоне удобнее сделать в два или три уровня и на ложном понимании самого процесса засыпания что если бы был скажем потоп то вся глина просто стекла бы по склону таковы их доводы но нам разобраться здесь поможет элементарное знание строительных норм прошлого про которые я говорил выше это размер кирпичей и вид кладочной смеси а также правильное понимание механизма засыпания для примера снег зимой лежит на тех же крышах и на склонах и никуда не стекает я намеренно привел в качестве примера снег так как он подходит для разных версий потопа повторюсь еще раз был или нет потоп а если был то как это могло быть эта тема совершенно другого фильма ссылка на него будет в описании идем дальше внешние пропорции здания начнем с того что красота строений прошлого разительно отличается от современных строений сейчас при массовом строительстве не делают лепнины орнаментов и прочих украшений считая это архитектурными излишествами конечно какой-нибудь шишкарь с рублевки можете построить дом в античном стиле но это лишь исключение которое подтверждает правило в настоящее время строит безликие коробки по типовому проекту если вы помните наш самый новогодний фильм всех времен и народов ирония судьбы или с легким паром там главный герой перепутав всего-навсего город смог попасть в чужую квартиру открыв ее своим ключом конечно там это все утрировано но намек данный режиссером фильма ильдаром рязановым в 1975 году ясен и понятен даже сегодня типовой проект выполненный одним конструкторским бюро воплощенный в любом городе огромной страны выглядит одинаково это было в советское время в наше время ситуация не сильно изменилась хоть проектных контор стало больше и вроде конкуренции тоже больше но даже с развитием рыночных отношений по всей стране строит такие же коробки которые не сильно отличаются друг от друга а вот если сравнить с архитектурой прошлого что не здание то шедевр что не постройка то уникальная наверняка в те времена также были типовые проекты но украшали здания всегда изысканно так вот друзья мои что же с нами случилось неужели мы в наше время перестали ценить прекрасное неужели безликие коробки нам нравится больше нет мы с огромным удовольствием смотрим настроение прошлого и не перестаем ими восхищаться у нас сохранилось чувство прекрасного было но и у наших предков при этом заметьте все коробки какими безликими они не были выглядят пропорционально а что же тогда наши предки строили красивые здания но упустили из виду пропорции наши предки не были дураками и дикарями и строя такие величественные здания на века старались сделать их красивыми во всех отношениях в том числе и в пропорциях поэтому если здание засыпанным этажом подходит по первому пункту стоит на ровной местности и выглядит непропорционально то это вероятнее всего именно засыпанное здание ну а дверь сделанную из окна легче показать как это выглядит вот вид здания с торца современный второй и третий этажей первый слегка виден снизу а если опустить камеру чуть ниже то мы видим дверь сделанную из окна причем в том что это именно окно в прошлом нет никаких сомнений так как еще ниже в современном подвале под этой дверью есть еще одна дверь которая ведет в землю про это здание будет отдельный фильм там вообще такая запутанная история что больше тянет на детективное расследование чем на историческое идем далее чтобы понять следующий момент про оконные рамы то попробуйте представить это на себе вот вы решили себе построить дом выбрали бригаду строителей договорились с ними о цене дали им денег и уехали в отпуск или командировку не суть так вот через год вы возвращаетесь приезжайте посмотреть и видите двухэтажный особняк уже построены еще идут некоторые отделочные работы но в целом коробка готова и при этом деревянные или пластиковые оконные рамы пусть даже подвала выглядывают прямо из земли какова будет ваша реакция на таких строителей как минимум вы бы заставили сделать вокруг каждого окна приямок не правда ли это как минимум тут важно понять что имеем возможность контролировать процесс строки то скорее всего для себя вы бы так строить не стали с приемком возможно но не рама сразу из земли тогда почему же кто-то другой так мог построить но тут самое главное как я уже говорил не грести все в одну кучу в зависимости от механизма катаклизма деревянные рамы могли не уцелеть например при потопе когда напирает слой воды или грязи то рамы могло просто вдавить внутрь помещения но если грунт пришел не сбоку а сверху как тот же снег то рама вполне могла уцелеть другой вопрос почему за 200 лет деревянные рамы еще не сгнили если только они не дубовые или грунт в этом месте не сухой оконные рамы смотрящие в землю также имеют место быть если например обвалился ну или намеренно разобрали стены при ямках причем это случилось скорее всего совершенно недавно в общем при наличии одного какого-либо факта всегда есть несколько вариантов ну и последний момент торчащие из земли кирпичи друзья чтобы вам было понятней почему это так важно вкратце объясню некоторые строительные моменты кирпич это пористый материал как губка который хорошо впитывает воду кладочная смесь также впитывает воду и получается что если намокает грунт на который стоит кирпичная стена то влага поднимается по кирпичной стене вверх и тут как всегда неожиданно начинается зима и вода в кирпиче замерзает а при замерзании вода расширяется и рвет кирпич изнутри в наше время это легко предупредить предусмотрев при строительстве гидроизоляцию например из рубероида но теперь давайте вспомним что наши предки не были дураками они строили такие величественные здания на которые хочется любоваться и сейчас и вот тут возникает явное противоречие люди построили такое изумительное сооружение потратили столько сил времени средств и забыли про гидроизоляцию вы действительно в это верите ответов тут может быть 2 или ее не сделали специально так как не было необходимости либо ее сделали но с этого уровня она не видна так как здание засыпано и уровень фундамента сейчас находится глубоко под землей ну друзья мои на самом деле может быть и третий вариант гидроизоляцию не сделали вообще так как не было необходимости но тот уровень где она могла бы быть находится под землей и вот зачастую этот самый частый вариант если здание действительно засыпано в наше время имитацию гидроизоляции пытаются сделать при ремонте который потом назовут постройкой обложив здание по уровню грунта по периметру камнем тогда создается впечатление что у этого здания есть гидроизоляция ведь согласно официальной истории рубероидов древности не было а гидроизоляцию делали камнем про различные виды материалов прошлого в том числе полимерные я обязательно расскажу в одном из следующих фильмов тут нужно признать что гранит как и некоторые другие виды камня действительно подходит в качестве гидроизоляции а вот например мрамор уже не подходит мрамор как и известняк материал пористый с кирпичом конечно не сравнится но тем не менее если строить на века то использовать в качестве гидроизоляции известняк это самый худший вариант который только можно придумать он красив когда находится в составе стены но не более того воду он также впитывает и при замерзании вода его также рвет как и кирпич только на это требуется немного больше времени и как это не парадоксально в туле имитация гидроизоляции выполнена именно из известняка но это легко объяснить тем что это местный легкодоступный материал а суть поглощения воды известняком мало кто посвящен а те кто знает просто не обращают на это внимание мелочи друзья мои мелочи это самое главное детали также важно понимать что в каждом правиле есть исключение например в наше время фундаменты иногда делают из кирпича но при этом в обязательном порядке должна присутствовать гидроизоляция современным строителям это хорошо известно но неужели строители прошлого не знали что кирпич впитывает воду знали может они не знали что вода при замерзании расширяется также наверняка знали тогда почему не сделана гидроизоляция или все же сделано многочисленные современные ремонты и отделки фасада могли изменить внешний вид здания до неузнаваемости так что чтобы найти ответ смотреть нужно не снаружи а изнутри здания и не на современном уровне а на уровне подвала или цокольного этажа и вот тут возникает вопрос а что же мы там должны увидеть ну во первых крупноформатный кирпич во вторых кладочный раствор белого цвета в третьих арочные дверные оконные проемы ну или следы того что они были и если есть гидроизоляция то гранитные плиты или блоки по сути камень может быть любым главное чтобы он не был пористым как известняк или мрамор и кладка должна быть именно из правильных блоков одинаковых по размеру или подобных друг под друга ибо обычные валуны укладываются накладочную смесь и швы получаются толстые по которым также может подниматься влага собственно и поднимается есть еще версии официальных историков что в качестве гидроизоляции могли использовать бересту она типа не гниет и снаружи ее не видно но друзья гниет все даже рубероид а если бересты как гидроизоляции снаружи не видно значит она не перекрывает весь поперечник стены значит влага все равно будет подниматься вверх и так и земли у нас выходит стена из кирпича но слоев бересты торчащие складки или ряда гранитных блоков под кирпичами мы не видим совсем и видим но ниже уровня современного грунта таким образом и в том и в другом случае мы можем считать пятое условие выполненным и вот когда выполняются все пять вышеперечисленных условий то мы можем с уверенностью утверждать что здание засыпано все просто чем меньше условий выполняется тем меньше уверенности в засыпанности здания подчеркиваю именно уверенности засыпанности а не факта тут важно заметить что невыполнение одного двух или даже трех условий еще не означает что за здание не засыпано или наоборот засыпано это означает что здание имеет запутанную историю в которой возможно будет интересно разобраться но понадобится больше времени также особо хочу отметить что не нужно грести все под одну гребенку с каждым зданием нужно разбираться индивидуально применяя приведенный выше алгоритм однако в каждом конкретном случае бывают исключения и у каждого пункта могут быть свои различные варианты не озвученные мной сейчас поэтому чтобы докопаться до правды нужно вооружиться желанием до нее докопаться и вниманием друзья обращайте внимание на мелочи на любые даже казалось бы незначительные детали и все анализируйте поначалу эта схема может показаться сложной но поверьте истина того стоит к тому же освоив этот метод вы без труда научитесь отделять так построены здания от действительно засыпанных думал что же это такое может быть не знаю вам так наверное не видно по видео сложно может быть определить но попробуйте может паузу поставить и определить как так получается два здания казалось бы идентичных но отгадка простая я предположил что его просто не откапывали ну и так и оказалось смотрите сюда то есть по какой-то причине решили все это дело здесь оставить вот он там явно окна были ну вот смотрим с такого ракурса вот это вот мы видим откопанное здание а вот это вот там мы уже видели окошки не до конца замаскированные закопаны это решили сильно не откапывать а сделали по-другому сейчас я покажу вот здесь они что сделали сейчас мы убедимся что это здание было тоже закопан а вот кстати интересно вот старые кирпичики ну что же тут интересного а вот что а вот и наши окошечки закопаны и а и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok На этом я с вами не прощаюсь, впереди еще много интересного. Всего вам доброго, до свидания.